КУХОННЫЙ ЭКСПЕРТ Идет об эзотерике, которая перемешана с чем-то, с какими-то бизнес-психологией и прочей вот такой мишуры. Трансерфинг реальности. Вадим Азеланд. С творчеством Вадима Азеланды я познакомился довольно-таки давно и прочитал, вернее прослушал аудиокниги. Несколько, наверное их было 4 аудиокниги я прослушал, да. И примерно где-то 2011 год я познакомился с этой философией трансерфинга реальности. И в какое-то время я интересовался эзотерикой очень серьезно, там Кастанеда, что-то читал из Куэльо. Я, правда, уже ни черта не помню, что там было, если честно. Я бы так сказал, что трансерфинг реальности, он как бы совмещает в себе какую-то компиляцию. Что-то из Кастанеды, что-то из психологии, что-то из каких-то древних мифов и так далее. То есть из этой всей мишуры некто под именем Вадим Зеланд скомпоновал какую-то свою философию, свое видение мира и решил вот этим всем видением мира поделиться с другими людьми. Ну давайте поговорим про суть книги. Видите ли, Вадим Зеланд, ну я так полагаю, что это псевдоним, какое-то время жил и работал, был обыкновенным человеком, как мы с вами. Но внезапно, после какого-то трудного дня, он заснул, но проснулся совершенно другим человеком. Видите ли, во сне ему явился какой-то то ли призрак, то ли дух, то ли ангел, я не знаю, как это назвать, который назвался смотрителем. И этот смотритель почему-то решил, что вот этот самый Вадим Зеланд избранный человек, что ему следует прямо во сне объяснить законы мироздания. И этот смотритель дал ему четкие инструкции, указания, как вот жить, работать, действовать, чтобы все у тебя получалось, чтобы все, что ты хотел, сбывалось. Ну там счастье, здоровье, это понятно, и удача. То есть как вот это работает, эта схема. Кто такой смотритель, честно говоря, я в последующих трех книгах, я так и не смог понять. И даже Зеланд где-то пишет, что он сам до конца не понимает, кто такой смотритель. Но во сне он получил некие знания, стал эти знания использовать в жизни, и у него все получилось. У него все стало складываться именно так, как он хочет. Я так понимаю, что Вадим Зеланд не остановился написанием нескольких книг. Я думаю, что вот после 2011, прошло уже где-то 7 лет уже, он написал наверняка кучу книг, которых я честно признаюсь не читал. Но могу сказать, что вот вся эта история с трансерфингом реальности была на пике своей популярности, наверное, вот в это время, когда я начал, собственно, знакомиться с творчеством Вадима. Кто такой Вадим Зеланд, вот до сих пор, честно говоря, неизвестно. То есть, с одной стороны, личность, которая покрыта тайной, который решил не афишировать себя, но афишировать свои знания, которые он получил тогда во сне. Мы ведь не можем четко проверить, как работает эта система. Ну, давайте я попробую, может быть, вульгарно немножко, но кратенько объяснить суть книг. Все крутится в творчестве Вадима Зеланда вокруг одной простой мысли. Мысль материальная. То есть, если мы о чем-то очень долго думаем, если мы что-то очень сильно хотим, мы обязательно это получим. Но, если мы чего-то не хотим, мы думаем, как я не хочу этого получить, мы все равно это получим, потому что есть своеобразные силы, силы мысли, которые работают по некоторым законам, которых нужно просто изучить, понять, как они работают и в дальнейшем использовать. То есть, если вы очень долго о чем-то думаете, вы двигаетесь к цели, вы этого добиваетесь. Если вы думаете о чем-то плохом, постоянно себе что-то накручиваете, начинаете думать, ай, может быть, у меня какая-то болезнь, допустим, но не идете к врачу, начинаете как-то изводиться, думать об этом, и чем больше вы думаете о плохом, чего вы не хотите. Все равно это случается, потому что вы думали об этом. И смысл книги в том, чтобы дать людям, как это бы сказать попроще, инструкцию, как пользоваться своими желаниями. Допустим, многих наверняка после книги, прочтения этой книги, родилась идея, а не попробовать ли мне сыграть в лотерею. И там говорится, почему у вас, скорее всего, не получится выиграть в лотерею. Даже если вы будете думать, даже если вы будете думать в каком-то положительном ключе, все равно у вас не получится, потому что вы слишком тщательно об этом думали. Нужно думать вот именно вот какой-то... Вот столько думать в лотерею, чтобы в ней выиграть. Если вы думаете вот столько, то вы явно не выиграете, потому что вы перестараетесь, потому что нельзя столько думать. Нужно думать вот примерно вот столько. Но вам не кажется, что все это попахивает чем-то... супчиком для души, одним словом. Что я подразумеваю под этим понятием? Нам, конечно же, не подвластны многие события, которые с нами происходят. И, конечно же, многим людям хотелось бы принять участие в своей судьбе. То есть, обезопасить себя. Возможно, понять смысл каких-то вещей, которые с нами происходят. Мы, конечно же, хотим всего самого лучшего и сразу. И эта книга как бы намекает нам, что, в принципе, это возможно. Мы можем повлиять на собственную жизнь. Но жизнь наверняка тем и хороша, что мы до конца не знаем, что с нами произойдет. Чем хороша эта теория, транссерфинг-реальность? Тем, что она, в принципе, работает как религия. Если с тобой что-то хорошее происходит, значит, ты это заслужил. Если что-то плохое, значит, ты не до конца что-то делал. И, ну, как и любая религия, ее невозможно доказать каким-то научным методом, методом эксперимента. Ну, все мы знаем, то, что можно принять без доказательств, то можно и провернуть тоже без доказательств. Нужно быть все-таки немножечко, немножко скептичным. Хотя бы для того, чтобы обезопасить себя. И когда мы читаем подобные книги, безусловно, мы хотим что-то понять для себя. Но без скепсиса это сделать невозможно. Безусловно, нельзя убедить в чем-то человека, когда он во что-то очень сильно верит. В каком-то смысле это хорошо, потому что ты видишь человека беспринципного. С другой стороны, он не может посмотреть на свои взгляды критично. И здесь можно сказать, что человеку продается, как мне кажется, воздух. То есть, ты платишь за то, что мог и так понять бесплатно. То есть, если ты будешь все время себе что-то накручивать, если тебе все время постоянно будет хреново в жизни, ну, ты будешь постоянно ожидать какого-то пиздеца, то этот пиздец с тобой, конечно же, случится. То есть, если ты будешь настроен позитивно, если ты будешь двигаться к своей цели, ты, конечно, рано или поздно ее достигнешь. И вот это все можно объяснить какими-то векторами сил, равнодействующими какими-то. А можно объяснить тем, что ты просто работал. И ведь не скажешь такому человеку, что все это не работает. Тебе вешают лапшу на уши. А что он тебе скажет? А ты докажи. Как я могу доказать вещь, которая, в принципе, философская? Как я могу доказать, что, допустим, инопланетян не существует? То есть, мне кажется, что это вам нужно доказывать, то, что они существуют, а не мне, что его нет. Ну, вы прекрасно понимаете о чем. Вот такой немножечко вульгарный, быстрый экспресс-обзор на все творчество Вадима Айзела получился у меня. Ну, если вы с чем-то не согласны, можете поставить дизлайк, но, пожалуйста, оставьте комментарий. Может быть, после ваших комментариев я как-то изменю свое мнение. Дизлайк, спасибо за просмотр! Так. Субтитры сделал DimaTorzok